Во время игры я буду находиться непосредственно здесь, рядом с кабинкой запасных игроков и буду помогать по мере необходимости переводом в качестве переводчика. Мария Александрова сегодня пришла на стадион труд, как говорится, на местности, оценить фронт предстоящей работы. Во время игр ей нужно будет находиться внутри этой зоны, очерченной красной линией, и помогать решать вопросы, возникающие у команды. Девушку выбрали переводчиком. Одно из тех, кто будет обеспечивать общение иностранных игроков с прессой, болельщиками и судьями в дни проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. Как признается Маша, работать придется едва ли не в круглосуточном режиме и с массой людей. А это своего рода вызов и новая практика общения на иностранном языке. Во-первых, это международный чемпионат мира, такие события в нашем регионе проводятся нечасто. Конечно же, это опыт, большой опыт языковой, опыт как работы переводчика. Я надеюсь для себя получить какую-то как практику языковую. А здесь, на общем собрании переводчиков чемпионата, идет распределение людей по конкретным сборным. После этого у переводчиков наступает этап индивидуальной работы с командами. Начиная от встречи в аэропорту, расселения в гостинице и заканчивая церемонией вручения наград. Каждый из этих ребят прошел несколько собеседований и тестов. А кроме того, изучил хоккейные термины и уже готов приступить к работе. Это практически уже финальное совещание, на котором уже распределены все ребята, кто за какой командой закреплен, у них есть контакты. И завтра у нас уже первая команда приезжает, это команда Швеции, которую уже у нас поедет встречать наш представитель. Именно этим представителем и стала Мария. Ее, как уже окончившую вуз и в совершенстве владеющую английским и французским языками, решили закрепить за самым принципиальным соперником нашей сборной. Welcome to Russia, I am your interpreter and my name is Maria Alexandrova. Именно эту фразу завтра скажет Мария команде Швеции, которая в 5 часов 30 утра приземлится в аэропорту Иркутска. А мы же, в свою очередь, постараемся максимально объемно осветить всю деятельность и работу команды Швеции на Иркутской земле. Артур Харламов, Евгений Шарыпов. Новости сети.